МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Доступное жилье учителям. Правительство поможет молодым педагогам с ипотекой. День знаний все ближе. Муравленковские школы готовятся к 1 сентября. И шлем всему голова. В Муравленко прошли соревнования среди водителей двухколесной техники. Итак, правительство поможет молодым учителям с ипотекой. Накануне был рассмотрен вопрос о распределении субсидий на возмещение части затрат по ипотечному кредиту. Педагогам сообщает пресс-служба кабинета министров. Деньги направят в 73 региона, в том числе и на Ямал. Окружные специалисты уже сформировали 51 учетное дело молодых учителей, которым планируется предоставить финансовую поддержку за счет средств федерального и окружного бюджетов. На помощь педагогам в бюджете страны зарезервированы полтора миллиарда рублей. В эти дни во всех образовательных учреждениях активно готовятся к предстоящему Дню Знаний. О том, какие мероприятия пройдут в первый учебный день, новостям нашего города рассказала начальник отдела образования Ольга Хохрина. Первый учебный день – это событие в жизни любого ребенка, будь то первоклассник, пятиклассник, девятиклассник или одиннадцатиклассник. И ежегодно мы стараемся организовать его так, чтобы этот день стал стартом большого учебного года, который закончится только в мае. В «Газпромнефть-Муравленко» продолжается процесс смены руководящего состава предприятия. В конце июля на должность заместителя генерального директора начальника управления перспективного планирования был назначен Ростем Насрединов. С новым руководителем встретился Эрнест Бавшин. Родился Рустем Насрединов в городе Кыштым Челябинской области в семье геологов. Когда мальчику исполнилось 12 лет, Насрединовы переехали в Башкирию, где он закончил школу и поступил в Уфимский нефтяной университет на специальность проектирования, сооружения, эксплуатации, газонефтепроводов и газонефтехранилищ. На четвертом курсе при выборе организации для прохождения практики выбор пал на «Семнефть». Поехал в «Семнефть», прошел практику в Холмогорнефть. Сказать, что мне понравилось, наверное, нет. Все-таки первый раз на севере холодно. Работа была такая, что чистка снега, уборка территории, покраска задвижек. Но, тем не менее, проанализировав, что альтернатива будет тоже какая-то ЛПДС в «Транснефти» или какая-то перекачивая станция, которая будет находиться тоже где-то в деревне, я выбрал «Север». В итоге Рустам Насрединов устроился молодым специалистом за «Полярнефть», оператором ООУ на ЦППН. А затем стал начальником смены, инженером производственного отдела, заместителем начальника производственного отдела. Для продвижения по карьерной лестнице базового образования стало недостаточно. Получил второе высшее образование по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» в Тюменском нефтяном университете. После чего был приглашен на работу в департамент добычи «Ноябрь с нефтегаза». Позже переехал в Ульяновск, где на предприятии «Ульяновскнефть» прошел путь от начальника ПТО до заместителя начальника департамента добычи. Последние два года возглавлял созданный вновь отдел перспективного планирования обустройства месторождений. В июле 2013 года перешел в «Газпромнефть» Муравленко. Почему уехал сюда? Ну, наверное, карьерный рост – это первое. Желание самообучаться. Все-таки компания «Газпромнефть» – это передовик, можно так сказать, в нефтяной отрасли. Вот приехал сюда, на эту должность. Спектр функциональных задач, которые стоят перед управлением перспективного планирования, очень широк и подразумевает тесную совместную работу с процессными управлениями. Это в первую очередь оптимизация производственных затрат, подготовка и консолидация комплексных проектов, разработки месторождений, управление рисками и внедрение новых технологий. На новой должности Рустем Насрединов уже определил основные направления развития предприятия. Я для себя это со своими коллегами понимаю, как разработка концепции, направленных на увеличение ключевых показателей ДЗО, и формирование вариантов разработки ДЗО с учетом долгосрочных программ. Такие программы, как вовлечение ТРИС, трудноизвлекаемые запасы, получается, превращение органического роста, то есть привлечение лицензионных участков и активов, расположенных территориально в близости наземных структуре нашего ДЗО, с последующим их поглощением, ну и вовлечение запасов свободного газа. Кроме этого, функции управления перспективного планирования в 2014 году планируется добавить еще одну задачу, это формирование заданий на проектирование, которые на сегодняшний день исполняют специалисты управления по капитальному строительству. Передача функционала позволит еще на стадии разработки задания на проектирование внедрять новые технологии, опираться на результаты реинжиниринга и в последующем ввести комплексный мониторинг наземной инфраструктуры. По словам Рустема Насрединова, коллектив, которым он руководит, готов и нацелен решать новые задачи. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. В России могут запретить продажу алкоголя за наличные. Об этом сегодня пишет российская газета. В Госдуме предложили новый способ борьбы с незаконной продажей алкогольных напитков. Законопроект, который запрещает продажу спиртного за наличные деньги, уже подготовлен. По словам депутатов, разрешение приобретать алкопродукцию только по банковским картам позволит лучше контролировать рынок и ограничит продажу напитков несовершеннолетним. Скажем громким, автомобильным сигнализациям нет. Депутаты Государственной Думы предлагают полностью запретить автомобильные охранные системы со звуковой сигнализацией, передает российская газета. Непрерывный вой сигнализации, особенно в ночное время, может привести к неврозам, бессоннице и росту сердечно-сосудистых заболеваний у людей, вынужденных выслушивать пронзительные звуковые сигналы. К тому же не гарантируют сохранность автомобиля, уверены авторы законопроекта. Сейчас в продаже есть более современные гаджеты, которые отправляют владельцу машины звуковое или текстовое сообщение на брелок или телефон, что не тревожит окружающих и более практично в использовании. По мнению законотворцев, подобные устройства являются оптимальной альтернативой шумным охранным сигнализациям, чьи звуковые сигналы нарушают тишину и покой. В рамках всероссийской кампании «Шлем всему голова» сотрудники Муравленковской госавтоинспекции и Управления образования провели конкурс с одноименным названием среди водителей двухколесной техники. Мотоциклисты сдавали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и демонстрировали класс вождения. За соревнованиями наблюдал Эрнест Бавшин. Городской смотр-конкурс среди любителей мототехники проводится уже второй раз. В этом году его провели в рамках всероссийской акции «Шлем всему голова». Накануне на городском автодроме собрались мотолюбители со стажем и их младшие коллеги-скутеристы. После короткого приветственного слова участники разделились на две команды и начали сдавать теорию и выполнять практическое задание. Первыми на трассу вышли владельцы скутеров и легких мопедов. Им нужно было на время преодолеть ряд препятствий. Это проезд коридора с остановкой, восьмерка, въезд на гору и змейка. В это время владельцы серьезной техники сдавали теоретический экзамен. По словам одного из аксакалов мотодвижения нашего города Николая Крошки, теорию он сдал экспромтом, тем более, что недавно освежил знания правил дорожного движения. В то же время байкер отметил, что все-таки муравленковские мотолюбители редко нарушают ПДД и все чаще сталкиваются с ханством на дороге со стороны водителей на четырех колесах. Очень часто приходится сталкиваться с грубостью, с невежеством. Вроде как нормально едешь, стараются где-то и подрезать, и не пропустить. Некоторые с восхищением, наоборот, уступают дорогу. Ну, как-то 50 на 50. Но поражаешься, когда видишь конкретный наглеж, конкретную грубость в этом плане. Далее по ходу конкурсов сдачи практики приступили мотоциклисты, а скутеристы сели за парты. Практическое задание для мотоциклов было таким же, но организаторы конкурса согласились, что трудно вписать большой мотоцикл в существующую «восьмерку» и относились к ошибкам снисходительно. Люди готовы, участие готовы. Внимание, марш! Но несмотря на несоответствие габаритов и угол поворота, все владельцы мотоциклов проехались по трассе. За это время младшая группа сдала теорию. Заместитель начальника ГАИ Илья Русаков отмечает, что уровень подготовки муравленковских байкеров удовлетворительный. С вождением справились все, но скутеристам следует подучить правила. Уровень подготовки, в принципе, удовлетворительный. То есть, ребята, они совершеннолетние, которые управляют скутерами. То есть, в принципе, ездят, могут ездить аккуратно, умеют ездить. Уровень подготовки, в принципе, удовлетворительный. Что касается знаний правил дорожного движения, да, конечно же, несовершеннолетним не хватает некоторого опыта в правилах дорожного движения, в изучении именно правил. Но я думаю, с возрастом приходит и опыт, и стаж. Я думаю, смогут выучиться и получить уже водительское удостоверение определенных категорий. Тем временем, жюри конкурса подвело итоги. В номинации «Водитель мотоцикла» первое место занял Николай Крошко, на втором – Михаил Бекиров, на третьем – Олег Мельник. Среди скутеристов лучшим признан Никита Сидор, вторым стал Руслан Гайнулин и на третьем месте Данил Шарафуддинов. Эрнест Бавшин, Георгий Шадрин. Новости нашего города. И последние ямальцы спасли белого медвежонка. Накануне группа ребят, которая была в составе второй экспедиции, вернулась с острова Белый. По словам участников, поездка не прошла безрезультатно. По итогам уборки ямальский десант очистил 3 гектара территории и собрал более 100 тонн металлолома. Кроме того, в помощи ребят очень нуждался местный житель. Маленький белый медвежонок находится буквально в 100 метрах от лагеря группы. Его ранили браконьеры, поэтому малыш не мог самостоятельно передвигаться. Ребята забрали его на базу. Они создали для него комфортные условия и даже оборудовали специальный вольер. О находке члены экспедиции сообщили в департамент международных и внешнеэкономических связей, специалисты которого оперативно передали информацию в компетентные службы. По решению Росприроднодзора медвежонка передадут в Пермский зоопарк. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 27 августа в Салихарде плюс 11 ветер северо-западный до 2 метров в секунду. В Ноябрьске 12 градусов тепла северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 27 августа плюс 10 ветер северо-западный до 5 метров в секунду.